Каковинка Пикчерс Евгений Каковин Динь Даг Герой нашего зовут Динь Даг. Он сам так сказал. Стоит только подбросить монету, и раздается двойной звук. Звонкий и глухой. Динь Даг. Фамилия его. Пятиалтынный. В ней пять алтын. Алтынным раньше называли три копейки. Трижды пять будет пятнадцать. Пятиалтынный и получился. Так Динь Даг получил свое имя. Я путешественник великий. Все это знают хорошо. Динь Даг. Динь Даг. От песенки Динь Дага попахивало хвостоством, но была в словах. И доля правды. Попутешествовал Динь Даг немало. Вдруг очутился Динь Даг в самом центре цирковой арены. Только света, блеска и красоты он никогда и нигде не видел. И весь цирк вокруг арены был заполнен народом. На арене прыгали собаки, разгуливали кошки, поднимали холки попугаев. Динь Даг посмотрел цирк, народ и чуточку представления. После циркового представления Динь Даг прокатился на трамвае в сумке кондуктора. Побывал в кармане старого доктора Степана Ярмолаевича. А потом был подарен штурмманом Петром Яршовым на память английскому матросу Питеру Питу. Пароход Элизабет, на котором служил Питер Пит, нагрузился лесом и вышел в море. Пароход шел в английский порт Ливерпуля. Пароход спокойно шел по морю. И иногда Питер Пит вынимал из бумажника Динь Дага. Наш герой снова вспоминал свою песенку и торжествующе напевал ее. Но путешественник великий, все это знают хорошо. Динь Даг, Динь Даг. А ведь и правда, теперь Динь Даг как будто бы стал настоящим путешественником. Сейчас он был на большом пароходе по необъятному морю. И долго еще путешествовал Динь Даг, встречаясь с другими монетами. Рассказывая своих необыкновенных приключений и все же напевая свою песенку.